Однако, если по какой-то причине этой функциональности не хватает, то можно явно вызвать модуль контекст. Это описано в документации. Выглядит так. Смотрите. require.context указывается директория, указывается флаг, следует ли спускаться в поддиректории, и указывается regExp, на который проверять. Например, возвращаясь к нашим раутам, если бы нам не хотелось, чтобы вот этот вот рут включался, то есть вложенный директорий, мы хотим игнорировать. Мы могли бы использовать контекст. Создать контекст в этой директории. Поддиректорией нам не нужны, значит, false. И мы могли бы дать какое-то регулярное выражение, но в данном случае оно нам не нужно. Регулярным выражением мы могли бы отфильтровать нужные нам файлы. Вот так мы создаем контекст, и дальше его используем. То есть контекст, и путь к нужному модулю. Теперь при сборке в нее войдут, видите, routes non-recursive, нерекурсивное, about и home. Соответственно, теперь, если на ту же страничку зайти, то coolstuff уже не работает, тут ошибка возникает. Можно, в принципе, ее и отловить. Вокруг этой штуки нужно поставить try-catch. Давайте проверим. Обновим страничку. Ура! Работает. Тут можно вывести 404 или что-то еще, это уже нам решать. Если мы посмотрим на сборку, то увидим в ней примерно то же, что и раньше. У нас есть шапка, под ней app. Только вот модуль контекст мы теперь создаем в явном виде. Это дает нам определенные преимущества. Ниже, в описании контекста, есть некоторые методы, которые доступны при явном обращении к контексту. Например, resolve позволяет проверить, есть ли нужный нам модуль в контексте, при этом не подключая его. Или keys позволяет получить именно всех файлов, которые контекст содержит. То есть, в данном случае, всех файлов, которые были подключены из этой директории. Как правило, это используют для того, чтобы все эти модули тут же прорекварить. Такое востребовано, например, при подключении тестов, когда у нас есть директория, которая содержит пачку файлов с тестами, и нужно просто всех их подгрузить. Вот чтобы их не перечислять, используют keys. Давайте для примера сделаем это в нашем приложении. Для этого во frontend app.js я сделаю так. context.keys получить все возможные пути к модулям. Для каждого из них запустить функцию, которая будет получать из контекста этот модуль. Вот. И в данном случае мы этот модуль тут же будем вызывать. Для каждого ключа из контекста, соответствующий модуль будет прорекварен и вызван. А это я удалю. Давайте посмотрим, что получилось. Открываем страницу about, about, home, home. Каждый модуль по два раза вызвался. Очевидно, это произошло потому, что у нас в контексте для каждого модуля есть вот такой вариант и вот такой. Так-то по смыслу это правильно, потому что мы модуль можем подключить и вот так, да? То есть просто about. А можем и явно указать расширение JS. И оно работает и так, и эдак. Но в данном случае, если мы хотим, чтобы контекст по одному разу все содержал, тогда давайте во frontend app добавим, что нам нужно расширение только JS. Вот так вот. Этот RGXP служит фильтром. В контексте останутся только те пути, которые под него подходят. После пересборки, вот, в мэп остались только JS файлы. И давайте посмотрим в консоль. Здесь видно, да, что теперь у нас roads nonrecursive.js. Напомню, что было вот так. А теперь RGXP более конкретный, соответственно, все остальные пути отсекаются. Теперь, если перезагрузить страницу, мы увидим ровно один about и ровно один home. То есть каждый модуль был подключен ровно по одному разу, что нам и требовалось.